Вот уже 12 лет 14 июня во всем мире отмечают Международный день донора крови. Людей, готовых в буквальном смысле отдать частичку себя ради спасения чужой жизни, чествовали и в Саранске. А заодно пополнили ряды их многочисленной армии. С новобранцами и ветеранами донорского движения разговаривал Павел Степаненко. Станции переливания крови, городское управление пенсионного фонда в этот день находятся по одному адресу. Здесь припаркован специальный автомобиль, знакомый, пожалуй, всем донорам Мордовии. Но некоторые сегодня здесь впервые. Юлия, например, для того, чтобы сдать кровь, все никак не могла выбрать время. Сегодня делает это практически без отрыва от рабочего места. Всегда нам некогда, мы всегда все такие знятые, всегда у нас очень много работы. А это когда к нам приезжает станция переливания крови, вдруг, то есть, может быть, моя кровь кому-то поможет. Поэтому всегда за. И, как бы, если будет возможность, то буду стараться чаще. Очень часто задумываюсь о больных детях, которым необходимо переливание крови. Возможно, та львиная доля той крови, которую я сдам сегодня, пойдет на помощь кому-то. Кому-то это будет в пользу. Я буду только этому очень рад. Все доноры, с которыми мы сегодня поговорили, трудятся в пенсионном фонде. Сдав кровь, они возвращаются на рабочие места. Принимать посетителей, обрабатывать документы. Законно заработанными отгулами воспользуются позже. Сегодня нас не так много. Сегодня нас чуть более 80 человек. Но это в два раза больше, чем это было в прошлый раз. И зная то, что кровь, которая сегодня сдается, возможно, кому-то спасет жизнь, возможно, кому-то поправит здоровье, эта кровь нужна, она необходима, она всегда востребована. Когда предприятие или учреждение агитирует своих сотрудников, участвует в добровольной сдаче крови, это называется корпоративным донорством. Сейчас его в нашей республике практикуют 76 организаций. Пенсионный фонд со станцией переливания крови сотрудничает давно и успешно. Наш опыт совместной работы насчитывает более шести лет. И два раза в год мы стабильно приезжаем. Около ста человек сдают кровь. Это дает нам возможность пополнять запасы банка крови и также проводить процесс карантинизации, то есть повторное обследование для того, чтобы мы могли выдать эту кровь в больнице. Также регулярно эта машина появляется и в других местах, пропуская через себя 15 тысяч человек в год, которые в общем сдают 5 тонн крови. Как и положено в праздник, прямо здесь поздравили самых активных доноров пенсионного фонда, вручили удостоверение почетных доноров России людям, заслужившим в этом году столь высокое звание. Павел Степаненко, Александр Данилов. Наши новости.